Открытие Банк-Арена. Один из тех стадионов, что в 2018 году принимали чемпионат мира по футболу. Но сегодня мы здесь не для того, чтобы смотреть игру. Сегодня здесь проводится торжественное награждение победителей премии «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Российские журналисты, специализирующиеся на коммерческой технике, выбирали лучшие автомобили вот уже в 21 раз. На участие в премии номинируются новые и глубоко модернизированные модели. Распределяя баллы, жюри оценивает такие параметры, как новизна технических решений, эксплуатационные затраты, объем продаж, финансовые условия приобретения и наличие сервиса. Грузовиком года в этот раз стал магистральный тягач MAN TGX. А в категории «Фургон» молотонажник-микроавтобус одержало победу семейство «Пежо Партнер», «Ситроен Берлинга» и «Опель Комбо». Лучшим автобусом признали МАЗ-303. Перспективой года – «Газель НН». Особую награду за успехи в освоении и развитии российского рынка присудили компании «Форд Соллерс». На самом деле, с моей точки зрения, больших изменений нет. Это такая традиция, которая из года в год имеет свою стабильность, имеет свою историю. И в этом ее сила, на самом деле. Если говорить то, что впервые в этом году происходит, это церемония, и эта церемония конкурса проходит в рамках нового проекта «Комвекс». Если говорить простым языком, то «Комвекс» – это новая выставка коммерческого транспорта. Ее главная особенность в том, что мероприятие не ограничивается статическими презентациями и деловыми конференциями. Оно включает в себя полноценные тест-драйвы. Как и церемония награждения победителей премии «Лучший коммерческий автомобиль», «Комвекс» пройдет на территории стадиона «Спартак». Здесь площадка 11 тысяч квадратных метров, где можно показать технику. И здесь есть несколько дорог вокруг этой площадки, где можно на этой технике поехать. То есть это то, что многих очень интересует. Понятно, что там нельзя сделать гонки, но показать, почувствовать машину в движении – возможность есть. И с этой точки зрения мы считаем площадку в неком смысле уникальной. Мероприятие должно было состояться в этом году. Но поскольку организаторы столкнулись с некоторыми сложностями, его перенесли на год. Теперь участников и посетителей «Комвекса» ждут на арене открытия 18-19 мая следующего года. Продолжение следует... Продолжение следует...